Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я состою в браке меньше года. Соответственно, как вы пришли к замужеству, да? Что между вашим мужем и вами общего? Потому что, как мы увидим дальше, получается так, что общего не очень много между вами. Как будто поначалу отношения с мужем были хорошие, но потом стали ухудшаться. Да, вот какое значение для вас имеет брак? Вы сами вот какое значение вкладывали в супружескую? Дальше вы говорите, что отношения были хорошие. Какие? То есть, ну, хорошие это как? Как вы понимаете, что отношения хорошие? Что для нас является хорошим? Вы пишете, что они стали ухудшаться. И опять же, как это происходит, как это происходило? То есть, я не буду предполагать, но давайте просто немножко представим себе ситуацию, что хорошие отношения, когда людям интересно друг к другу, да? Допустим. И как бы ухудшение отношений, допустим, связывается с тем, что людям перестаёт быть интересны друг к другу. Вот если по такой схеме рассматривать тенденцию к ухудшению, то как ухудшение у вас проявлялось? Я связываю это с моим отношением к браку. Я думал, что со штампом отношение моего мужикам не станет серьёзным. Мы начнём делать ремонт в квартире, съездим в первый совместный отпуск, обсудим вопрос детей. Ну что же, здесь, Оксана, складывается такое впечатление, что у вас были определённые планы, как будто бы, и вот эти планы, судя по всему, для вас достаточно важные, да? Судя по всему, для вас они действительно такие вот серьёзные. Эти планы, на мой взгляд, являются как раз тем, ну, тем аспектом, да, тем моментом, которые вызывают у вас злость, сначала. То есть, ну, грубо говоря, грубо говоря, планы были, но планы не. Не. Реализовались. Вот. И, соответственно, вы, естественно, фрустрируете. Из-за этого. Что, в принципе, является нормальным. Вопрос здесь, пожалуй, немножко другой. Вопрос здесь, как мне кажется, заключается в том, какое значение вы продаёте планам вот этим. Какое значение для вас эти планы имеют? И не было ли такого у вас, что эти планы как бы... А вы сдавите выше, чем личность вашего, ну, мужа вашего, вот, вашего партнёра, да? Вот. Вот. Вот нет ли здесь вот такого момента? Потому что, судя, судя по описанию, судя по тому, как вы вот описываете эту историю свою, ну, вот, как раз есть такое впечатление. Создаётся, по крайней мере, такое впечатление, что вот эти планы – это история про ваши противняния. Ну, супруг, ну, супруг ваш воспринимается здесь как ресурс для этого. Вот. Ну, конечно, вызывает интерес, как вы пришли к мифляту, что после штампа, да, отношение вашего мужа к вам изменится. Это тоже очень интересный, на мой взгляд, момент. То есть, как вы, как вы связываете наличие штампа и изменение отношения к вашему мужу? Как бы это не было вашим собственным переносом, да, какого-то образа идеальной семьи, на человека, которого вы, находясь, вот, в своих потребностях, скажем так, впутали всем своей фандалы, понимаете? Естественно, 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 я не знаю, как там оно наверняка, да, то есть, как наверняка обстоят дела, я не знаю. Может быть, всё совсем не так, как, ну, как я говорю. Но пока получается так, да? То есть, вы описываете вот, ну, определённые свои желания. Вы описываете пространства от того, что эти желания не реализовались. Вы пишете о своей злости, что является абсолютной нормой в этом случае. То есть, абсолютно нормально, что вы злитесь. Но важно понимать, что, по-видимому, у вас как раз есть вот это противоречие, связано как раз с тем, что вы чего-то хотите, в то же время блокируете это, спрещаете себе это. То есть, вероятно, вы пытаетесь претендовать на позицию полноценности, допустим, допустим. Вот, вы пытаетесь претендовать на позицию того, что вы полноценны, что вы заслуживаете семьи, там, гармонии и прочее. Вот. С одной стороны. И это правда. Это правда. Вы действительно этого заслуживаете. Вот. Но, с другой стороны, как будто бы вы вот себе это всё запрещаете. А как бы внущие, да, вот, ну, вот именно, именно в вашем супруге, вот. А этот конфликт, если можно так выразиться, достигает своего апогея, к сожалению. Вот. Дальше. Мой муж ещё больше расслабился, не хотел ничего делать, постоянно играл в телефон, совместное время мы почти не проводили. Ну, эм, я могу сказать, что, вот, коллеги вам уже указали в какой-то степени, да, на то, что вашего мужа может быть игромания, вот. А, тут, понятно, опять же, есть свои нюансы, но суть, вот, на мой взгляд, заключается в том, что, если он начал играть с вами, то что-то именно вас, значит, подвигло его на это. И нужно смотреть, что. Обратите внимание, как вы, как, как вы об этом говорите. Вы говорите, мы. То есть, мы, что мыleben, чем мы? Как мы какими ты себя занимались, нужно понимать, что мы то знаем, еще не проводили то время вместе. В glaubите, что мы даже не проводили место. Это что вы. Ответственность в том числе, конечно, здесь есть и его ответственность, это правда, она есть и ваша. И за ответственность, соответственно, если вы как-то не замечаете своей ответственности в этой ситуации. Например, откуда у вас появляется какое-то требование к человеку, чтобы он что-то делал, как вы говорите и так далее. Не то, чтобы он не должен ничего делать, просто очень важно увидеть, как вы ко всему этому приходите. Потому что сейчас это выглядит как просто набор ваших претензий. Сейчас это выглядит как просто ваши эмоции, ваша злость, о которой вы говорите. Ну вот, и злость, конечно, вам можно помочь прожить с этим, с этим особенно проблем никаких не возникнет. Если вы, конечно, как-то вот готовы работать над собой, если вы готовы, грубо говоря, заниматься психотерапией. Вот, то сделать это несложно. Дальше. В итоге ремонт начала делать я сама, из-за этого начались скандалы по поводу убийства. Ну, тут непонятно, да, во-первых, как вы пришли к тому, чтобы начинать делать ремонт сам, самой, и из-за чего скандалы конкретно. Если я бы рекомендовал изучить психологическую игру, скандалы, она есть в интернете, вот, будете немножко лучше понимать механизмы. У меня просто без силы его отношение ко мне, мне не хватало, не хватало внимания. Вот с этим надо разобраться. Если у вас без силы отношение к вам, я бы сказал, я бы сказал, что речь идёт о том, что вы больше внимания уделяете не себе, а человеку. То есть вы, как бы, зависите здесь от человека, и зависите от человека довольно-таки сильно. Потому что вас бьется то, что, ну, как вам относится. То есть отношение другого для вас является определяющим. Когда для человека отношение другого является определяющим, это означает, что он, ну, вот, не слишком сильно, скажем так, добирается. Понимаете? Какая штука. То есть не полагается на себя, не ощущает и не видит, не замечает своей ценности. Вот. Да? Ну, свои собственные. Ну, свои собственные. Ценности свои собственные. Важности. Вот. И так далее. И с этим нужно работать. То есть смотреть. Что за проблема? Что за проблема? Вплывает, когда вас бьется отношение к вам вашему мужу. Он говорит, что вам не хватает внимания. Понимаете ли вы, что это значит? Одно дело, если человек ведет себя с вами так, как вы считаете, ну, неприемлемым. В случае, если человек ведет себя, ну, вот, таким образом, как вы считаете неприемлемым. То вы просто понимаете, что вам с этим человеком, вероятно, не путит. Вот. И, соответственно, расстаетесь. Но, в вашем случае, вы как будто бы пытаетесь себя переделать. Вы как будто бы пытаетесь от него чего-то добиться. И... Что дальше? Что дальше? И расскажите об этом немножко. Подробно. А вот вы пишите, что муж говорит, что все в порядке. Фу как раньше. От отчаяния я начал пугаться его разворотом. Да, я знаю, что это неправильно. Ну, только толку-толку от того, что вы знаете. Если вы это делаете. Вот. Толку-то. Вот. Недавно невыдержав съехала в новую квартиру. В свою квартиру. В свою квартиру. В свою квартиру. Скажите, пожалуйста, а чего именно вы невыдержали? Ну, вот если вы говорите, что не выдержал. Чего именно вы невыдержали? Вот. Можно этот момент немножечко прояснить. Вы невыдержали конфликта какого-то. Вы невыдержали. А-а-а. Ну, еще чего-то. Вот. То есть, чего именно вы невыдержали? Давайте попробуем разобраться с этим. Ведь это же серьезно вообще. То, что вы говорите. Говорите. Единственная здесь история это то, что вы говорите. Что? Вот. Не совсем. А-а-а. Понятно. А с чего именно вы не можете выдержать. А-а-а. Я надеюсь на то, что он испугается меня потерять и сделает все, чтобы меня вернуть. Как-то у вас все завязано на угрозах, на запугиваниях Оксаны и так далее. То есть, это вопрос, опять же, это вопрос вашей ценности. Таким образом, вы пытаетесь решить вопрос своей ценности, подтвердить. А-а-а. Значит, за счет человека, то, что вы ему дороги, то, что ему не все равно. И, парадоксально, но факт, вы выбираете для этого как раз такого человека, которому как раз таки все равно. Вот. То есть, я думаю, что вот рискну предположить, что родители у вас были эмоционально не слишком теплыми. Сейчас вы вот пытаетесь как-то добиться вот какого-то, ну, какой-то реакции, да, какого-то вот принятия, как будто бы, ну, вот, пытаетесь вы, как-то вот, получить обратную связь, вот, от человека, который не может вам этого дать. И вот если и когда такое происходит, то сто процентов, сто процентов, это история про отверженных, вот, то есть это история про то, что вас отвергали, чувствуете, чувствуете себя, наверное, не нужны, вот, и пытаетесь это компенсировать, вот. Прибегая, да, в том числе прибегая вот к манипуляциям, скажем так. Ну, а ваш муж, он на манипуляции в этом смысле не идет, вот. К сожалению, или к счастью, но он, ну, не поддается, не поддается манипуляции, вот, с вашей стороны. И вы оказываете бессильность в этом, в этом контексте. И, соответственно, теряете, получается, почву под ногами. Вот, ну, вследствие этого, вследствие этого, вот, к сожалению. Дальше, эффект совсем другой, не хочет меня возвращать, абсолютно отстроен на развод. Да, вот интересно, что он сделает все, чтобы меня вернуть. То есть, вот, когда вы, так, говорите, да, что человек сделает все, чтобы меня вернуть, у меня возникает один вопрос. Не кажется ли вам, что, что, говоря о том, что вот, чтобы вас кто-то вернул, да, вы как-то вот себя здесь принижаете несколько, но не вещи живые. В конце концов, чтобы вас возвращало. То есть, обратите внимание, как вы здесь занимаете такую вот позицию. Позицию несколько пассивную, несколько зависимую позицию, болезненную позицию. Оттого и здесь, собственно говоря, вы переживаете не самые приятные ощущения. К сожалению, это нормально. Так, когда я спросил, насколько мы будем расти, он сказал нам всегда, потому что мы не можем жить вместе. Как вы к этому относитесь, это первое. И второе, замечательно, вы что, что спрашиваете у него, насколько мы, что это, как будто бы, все, что, вот, ну, грубо говоря, все, что связано с вашими отношениями, да, как будто бы зависит только от него. Крайне интересно было бы, понятно, как вы к этому приходите. То есть, вы как будто бы все время забрашиваете у человека информацию, вот, для того, чтобы чувствовать себя, ну, как-то лучше. Дальше. Бредом насчет дальнейших отношений, он говорит, посмотрим. Разводиться я не хочу. Сказал, чтобы он, не знаю, подавал на разу. А, вот, здесь, здесь, ну, довольно логичный, как мне кажется. Вопрос возникает, если, ну, супруг вас устраивает, да, по каким-то критериям, вот, что, на мой взгляд, ну, логично, логично, чтобы, ну, подумать над тем, чтобы развестись на выпуске. Почему-то разводиться не хотите. И вот это очень интересно. Вы на что-то надеетесь? Вы все-таки надеетесь его поменять? Или... Или как? Вот. Хотелось бы этот момент тоже рассмотреть. Честно, в шоке от сложившейся ситуации. Не знаю, как мне дальше себя с ним вести. А, как себя вести, чтобы что? Состояние неопределенности мне не нравится, но, как речь, от него я не добьюсь. Оксана, здесь ситуация в том, что определенность находится вне вас, у другого человека. Задача психолога заключается в том, чтобы эта определенность была внутри вас и не зависла от другого человека. Чтобы другой человек, да, не манипулировал вам этим, не ставил вас в зависимость от себя через это. А пока это получается именно так. Я бы сказал, что вначале нужно будет разобраться вам в себе, а потом уже обреть, что делать с отношениями и восстанавливать их. Да, моя ущемленная гордость, едва ли, позволит мне ждать его решения. Не совсем понятно, что вы в это вкладываете. По каждому щемленную гордость выглядит как некое следствие симптома ваших более глубоких проблем. Если вы, как вы относитесь к твоей ущемленной гордости, считаете ли вы, что она ущемленная гордость следствием ваших проблем? Вы меня не любили или я своими действиями к этому привела? Ну, совершенно очевидно, что какая-то часть ситуации возникла именно в результате ваших действий. Как мне с ним забавиться? Что бы что? Что бы что? Для чего? Поначалу я очень плакал, а сейчас просто звезду. Ну, я бы вот начал с того, чтобы вам свою злость проживать, прожить. Вот, вырезать. А там уже, в принципе, будет понятно, чего вы хотите. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи!